всем привет с вами снова добрый макс и мы продолжаем проходить игру викинг the battle for asgard викинг битва за асгард ну и что же я надеюсь что вы соскучились по этой игре вот потому что ее дня 34 на канале не было вот но причина была эта мощь простая я заказал себе геймпад и не хотел до тех пор пока я его не приобрету продолжать проходить игру потому что как мне показалось без геймпада проходить его просто бесполезно ну вы видели да что на клавиатуре у меня ничего не получалось совершенно камера дико вращалась я не думаю что конечно сейчас я гораздо лучше буду проходить используя геймпад но во всяком случае будет удобней и хотел бы напомнить что до этого я геймпадом вообще не пользовался ни разу я первый раз в жизни взял это устройство в руки не могу сказать что я радуюсь как ребенок но во всяком случае приобретение меня это порадовало потому что видимо в детстве я что-то упустил вот ну что ж давайте серьезней давайте все-таки начнем проходить я вообще еще пока даже ничего не делал поэтому она имеется на ничего не делал в игре используя геймпад поэтому первые там несколько минут а может быть и первые несколько десятков серий я буду как обычно тормозить чего-то не замечать и не знать очевидных вещей вот ну тем не менее давайте начнем так ну что это у нас то я сейчас использую аналоговые стики но для того чтобы поменять перспективу видим я это делаю так а ну вот вот так вот можно бежать вы знаете действительно управление гораздо удобнее во всяком случае вот то что я сейчас делаю мне кажется пока удобнее так каким образом здесь вот так вот мы пытаемся биться так значит это какой-то это сильный удар так вот это вот у нас прыжок то есть например если мы так вот бежим то вот так вот мы прыгаем отлично осталось только понять каким же образом здесь биться я имею ввиду защита все они совершенно не помню таким образом это сделать ничего сейчас мы освоимся можно было конечно так это прыжок еще раз это усиленный удар так это просто удар так ну посмотрим ладно не будем долго разбираться с управлением сейчас пока сейчас начнется бой и мы обязательно этим займемся обязательно разберемся что здесь да как так и вот у нас впереди как раз есть способ испытать а отлично вот как это делается да все таки на геймпаде это в разы удобней поверьте мне поэтому если уж игра за точно под геймпад то соответственно лучше им пользоваться а в серии я напоминаю мы тут нашли предателя по-моему как раз это было вот здесь вот на побережье мы с ним справились несмотря на то что в управлении совершенно не разбирались но при этом мы все-таки с вами смогли его победить ну и что ж давайте сейчас посмотрим как это делается да неплохо не плохо так единственное только что я все таки так и не понял каким образом здесь защищаться наверняка же здесь как-то защищаться можно во время битвы но возможно это вот вот эта кнопка сейчас посмотрим ладно я надеюсь что вы меня судите за подобные эксперименты в любом случае так или иначе за пару тройку серии освоить так ну и куда мы входим а как здесь кстати говоря подскажите а вот как это делается отлично ну да все-таки достаточно удобно мы подходим к очередному обелиску или нет это обелиск который мы уже знаем обелиска холмогорской фермы который я принял за родное село ломоносово на самом деле как вы помните я уже от этой мысли отказался так ну и что же мы продолжаем тогда перемещаться вперед что ли да так потому что впереди у нас много много интересного посмотрите что там происходит давайте немножко сменим перспективу у мне вот вот этот вот толстячок вообще не нравится это ужас какой-то да я думаю что сейчас мы будем испытывать много-много боли так и все таки давайте ка мы попробуем от них убежать но в прошлый раз я помню что это не получалось совершенно так и как же все таки защищаться я не пойму так чтобы уклониться удерживай y знать бы еще раз где здесь y на самом деле так ну ладно сейчас разберемся так ну и что у нас тут впереди давайте вспомним во первых что же мы должны сделать так это делается вот тогда значит что у нас здесь по заданию боевой рок эту местность патрулирует беспощадный паладин легиона командир войск help убей его чтобы вернуть боевой урок своего отца только когда у тебя будет боевой урок ты сможешь начать атаку на войска легиона в ущелье так все понятно так и получается здесь это единственный способ перейти и кстати говоря вот здесь мы еще не были то есть мы еще не были в ущелье да так ну ладно давайте попробуем так они так здесь предлагается нажимать y для того чтобы уклоняться но честно говоря я так и не знаю где у меня здесь тут y ничего сейчас разберемся так ну на самом деле с геймпадом управляться в разы легче отлично ничего себе да таких вещей я на клавиатуре наверно никогда мне смог сделать так и толстячок у нас решил все-таки встать ну ничего сейчас его разубедим в этой попытке давайте давайте завершать начатое так все понятно то есть для того чтобы завершить атаку мне нужно быстро быстро нажимать другую кнопку я честно говоря это не совсем понял сначала ничего сейчас мы разберемся так сейчас мы огребем по полной программе так ну и вот вроде бы мы смогли разобраться взят бы его урок так у нас открыто достижение убийцы паладинов и взят ключ авангарда вы знаете это очень интересно конечно но я так думаю что на эту игру мне тоже придется ставить 18 плюс потому что конечно подобные атаки и то количество крови которые мы сейчас только с вами наблюдали конечно не но это не все не способствует скажем так просмотру определенной категории людей так ну что же так вот наверное так будет удобней но все-таки перспектива меняется не так удобно с другой стороны все равно удобней чем клавиатуры так или иначе так ну и что же нас опять бросили будь осторожен легион хель здесь особенно силен их злая сила разрушает даже землю по которой они идут я не смотрю защищаются то чего я не умею делать до сих пор так так давайте ка мы ненадолго отступим одного врага мы смогли победить но все таки они достаточно мощные все они защиту используют но я до сих пор не разобрался как же мне это сделать так что такое сель сели кто то то же самое старт это продолжить да так что такое turbo не знаю в общем ладно разберемся тогда по ходу немножко восполниться у нас сейчас здоровье и можно будет продолжать так ну и что все таки вот если никогда не пользовался чем то каким то устройством то уже сложнее все гораздо происходит в частности вот сейчас смена перспективы у меня вызывает определенные затруднения так ну и что ж так и все таки как же здесь уклоняться так вы знаете мне кажется мне нужно убегать 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 еще как вы знаете получается так что на самом деле когда они начинают меня догонять у меня нет никаких шансов совершенно чтобы от них убежать все они реально бегают быстрее чем я так ну и что же кто то меня там досаждает стрелами интересно кто на самом деле здоровье у меня не позволяет конечно такие вот опыты проводить но давайте попробуем все таки ну и вот наказали отольются кошки мышки на слезки как говорится так ну что ж попробуем проходить дальше там на самом деле что то их многовато по моему в этом селении а я со своим управлением да и со своим опытом игры в подобные игры конечно здесь без вариантов ну хотя вот видите достаточно просто решается если вовремя подготовиться к нападению так и давайте будем убегать опять да подобная тактика конечно не очень интересная с точки зрения летсплея но как я уже говорил у меня опыта очень очень мало игры в подобные игры да игры в подобные игры хотелось сказать прошу прощения за свой русский как обычно так ну и что же меня донимают стрелами что есть не очень приятно и вообще тут странно то что сейчас было почему вдруг он пятился ко мне пятой точкой видимо не все не все герои здесь традиционной ориентации вполне вероятно так ну и ладно их там очень много я вот не представляю честно говоря как себе себе вот как это проходить их там настолько много что ну как вот если я туда приду что мне делать отлично так ну тем не менее все таки что то получается мне кажется я сейчас просто жалею о том что я сюда пришел так ну и давай уже убегать так вообще конечно все равно ну проще проще с геймпадом реально не зря я его приобрел так давайте дальше я надеюсь что вот такими набегами мы сможем так судя по тому что был звук такого меча вынимаемого из ножен что то меня впереди еще ждет так ну и вот пожалуйста еще один герой который решил напроситься на мои скажем так удары так ну и на самом деле мне вот интересно они там за это время пока вот я бегаю они восстанавливаются или нет похоже нет так отлично удастся мне их выманить вот так вот по одному знаете в чем минус вот такого управления в том что я как сказать когда начинаю атаковать я делаю шаг вперед а это не совсем удачно на мой взгляд почему не совсем удачно потому что я приближаюсь к другим врагам вот и скрытного боя не получается ну какой я здесь хочу скрытный бой понятно что скрытного боя здесь не будет но все таки это было бы быстрее гораздо существенно проходить камера по прежнему сводит меня с ума несмотря ни на что так ну и вот вот во всяком случае удается хотя бы справиться не с одним а с несколькими сразу врагами так ну и давайте опять убегать да интересный летсплей получается так так вообще конечно надо бы их добивать но почему то у меня это не получается потому что опять же я говорю не особенно освоился а добить и получается достаточно неплохим таким знаете кинематографичным да серия началась очень даже неплохо так ну и что сколько у нас там осталось жертв которые очень хотят со мной пообщаться а камера сама собой вот смотрите возвращается в то положение которое изначально было видимо предусмотрено в игре вот и это как бы к лучшему так отлично не будем торопиться я всегда забываю каким образом здесь поворачивать камеру так ну и у меня там красная шкала так и что я делаю непонятно мне кажется я таким образом напугал своего врага он как увидел что я значит делаю какие-то непонятные для него вещи он напугался напугался решив что подобный вид соперника для него неприемлем и обратите внимание когда мы находимся в режиме битвы у нас совершенно не восполняется шкала здоровья вот только-только мы спрятали меч и сразу шкала здоровья восполняется и вот опять же видите как только начинается приближаться ну начинает приближаться враг мы тут же перестаем восполнять свое здоровье так отлично открыто достижение ослепленный страх ну да это про меня так ну и что же когда-нибудь мы все-таки сможем взять эту как это это ущелье какое-то по-моему да я честно говоря настолько видимо здоровый парень что сам от себя заслонил того врага так ну и давайте убегать на самом деле что-то мне тут нехорошо так мне кажется все-таки враги там восполняются честно говоря так ну и давайте попробуем мы своих преследователей немножко остудить остудить их пыл скажем так потому что здоровьем у меня все очень даже не важно так мы спрятали мечи меч в ножны и это как раз удачный момент для того чтобы восполнить немного здоровья так ну что же давайте давайте прям чуть-чуть постоим на месте задумаемся о вечном вообще несмотря на то что норды люди суровые у них там были свои божества они все-таки верили по-моему у них был такой бог как Один и они каждый раз взывали к нему взывали к нему у них были проблемы если я что-то путаю обязательно поправьте меня в комментариях потому что знаток из меня в этой области как вы понимаете не особенный так ну и что же что у нас с врагами происходит они хотя бы заканчиваются потому что на самом деле мы уже перешли порог половины серии а все еще ничего не происходит может быть мне их тут нужно бесконечно просто стоять и награждать изрядной порцией своих ударов вполне вероятно но вы знаете я вот честно говоря не уверенно себя чувствую в этом плане и посмотрите сколько там лучников это же какой-то кошмар да вы знаете нелегкая это работа из болота тащить бегемота я никак не пойму я уже здесь пару десятков воинов порубал а они все еще не заканчиваются и там настолько много лучников что я так думаю что если я к ним начну подходить и просто так вот знаете на скоком пытаться с ними совладать я думаю что это у меня не закончится хорошо у меня действительно такое чувство что как будто они восполняют количество так ну вот я захватил боевой урок так тебе нужна огромная армия чтобы уничтожить такой большой лагерь региона после победы над ними тебе откроется путь в пещеру а через нее на северный остров Нильберг знаете что это означает убрать с бессингомена отметить на бессингомене не знаю так ну неважно ой да вообще так везде оптимистично написано что по поводу того что тебе нужна огромная армия чтобы совладать с этим огромная армия чтобы совладать с тем а на самом деле я все таки борюсь здесь один насколько вы понимаете и никто мне здесь не помогает так и мне сейчас станет очень плохо о ничего себе сколько их там какой-то кошмар они как знаете как тараканы ну и вот пожалуйста нелегкое это было дело на самом деле но на самом деле если опять на самом деле на самом деле так не совсем мне понятно то что сейчас произошло то есть там их настолько много вот если сейчас я туда вернусь то насколько понимаю так как меня убили все те кого я там порешил они все таки воскреснут тогда тем более мне непонятно как же мне действовать дальше давайте попробуем зайти в лавку может быть я сейчас здесь возьму какое-нибудь супер оружие которое позволит мне проходить игру дальше в чем я конечно сильно сомневаюсь целебное зелье предлагают купить так метательные топоры да и покупки делать гораздо удобнее конечно так целебное зелье мы купили может быть здесь вы знаете как в Диабло то же самое я не зря вспоминал эту игру вот может быть здесь как в Диабло на самом деле нужно постоянно восполнять свое здоровье вот но только опять же мне непонятно как я должен это делать может быть есть конечно какая-то горячая кнопка для этого что скорее всего и скорее всего так оно и есть но я как обычно не знаю об этом так ну что ж друзья давайте что сделаем все таки на самом деле надо немножко потренироваться потому что управление у меня далеко от идеального это как минимум тем не менее спасибо вам за просмотр это была такая тренировочная серия может быть и не стоило ее записывать потому что на самом деле ничего такого в течение этой серии я не сделал полезного только-только привык к джойстику и больше ничего ну что ж тем не менее если вам даже вот такая тренировка понравилась ставьте лайки подписывайтесь на канал приятно было вернуться в эту игру несмотря на то что она как я уже говорил достаточно простая в плане сюжета но тем не менее иногда отдохнуть от загадок тоже полезно ну что ж с вами был Добрый Макс увидимся в следующих сериях всем пока